Со временем такое было, здесь как-то раньше был русский, в смысле магнитогорский арбат, металлургов 14, вот отсюда и до ЦУМа это было в свое время торговые ряды, вот, и в тот самый момент, когда я здесь снимал свою замечательную квартиру, я здесь и кушал, где я кушал, это естественно кафе, русская изба, что сейчас изменилось? Русского арбата уже не существует, магнитогорского арбата уже не существует, вот, но в итоге вы сюда можете также прийти и покушать, причем как это делается, а давайте посмотрим, как делается замечательный юбилей. Кафе или ресторан русская изба? Я не понимаю почему, но ресторан это место отдыха, во всем мире везде рестораны, а у нас кафе, столовые, шашлычные, ну и чуть-чуть рестораны, бред, давайте ко всему относиться так, как это делают во всем мире с его очень большим населением, если брать Россию, то нам становится как-то не по себе, ну так вот, в месте отдыха надо наслаждаться и кушать. Это место отдыха всегда вызывало у меня оное, здесь всегда кормили по-российски, это правильно, так как это русская изба, и вот на этот случай, на случай юбилея нас и пригласили, чтобы понять, как здесь кормят, ну а что на столе, да вы не думайте, главное, что это стол и какой, здесь все просто правильно, здесь все по-домашнему. Скажите, пожалуйста, вы выбрали для себя русскую избу, почему и вопрос цены, и вопрос качества? Ну, русская изба мне очень понравилась своим, здесь очень уютно, по-домашнему, очень хорошая хозяйка этой русской избы, ну я вот смотрю, что сортировка стола очень такая хорошая. И цена небольшая, правильно? И цена очень хорошая, приемлемая. То есть надо всем говорить, ребятки, если вы хотите подпраздновать день рождения, то лучше другого-то и нету. Юбилей. Да, действительно, я буду очень рекламировать эту русскую избу, потому что здесь мне очень понравилась, очень приятная хозяйка, такая доброжелательная, умница просто, красавица. Кстати, насчет цены. Я посмотрел и понял, что все это в пределах той суммы, мною проплаченной. Ну и невзирая на курс долларов, в какой бы стране вы посидели бы в таком количестве за 500 долларов, а вот это все дешевле. Так что есть смысл в наше дивное время позволить себе нормальное место отдыха с нормальной ценой. Повара у нас профессионалы, со стажем, вкусно, красиво, самое главное, недорого. Из чего вы все это делаете? Из продуктов, свежих продуктов. А где вы продукты берете? Потому что продукты шикарнейшие. Зеленый рынок, крытый рынок. Нет, космических цен как бы не добавляем, чтобы людям тоже было как бы, тоже могли посидеть, покушать, отпраздновать, чтобы в рамках разумного. Я вот прошлый год то же самое делал своей жене, так же устраивал юбилей, представляете, да? Сумма чуть-чуть меньше мы были, в два раза меньше были, сумма была 15 тысяч. Здесь сумма 25, ну 30 тысяч рублей. Те же цены? Те же цены. Теперь про мою радость. Понять-то надо, нормального работника телевидения чем-то удивить сложнее. Порадовать можно. Я спросил, а радость-то вы мне можете дать? Сказали, порадуем. Я пришел на следующий день, и меня порадовали. А радостью своей я поделюсь с вами. Конечно, вы дома этого не сделаете. И по сути этого у вас не получится. По одной простой причине. Для того, чтобы сделать утиный рулет, вы представляете, сколько вам придется потрудиться. Конечно, я попросил бы вам показать, ну, обыкновенное блюдо, да? Но мне сказали, Леша, попробуй что-то настолько вкусное, чтобы это тебе понравилось. Скажу честно, нас, работников телевидения, очень, очень, очень сложно чем-то удивить. Мы пытались такими вещами, поверьте мне. Вот, но еще в жизни я не ел утиный рулет. Ну, вот, где я все это делаю? Естественно, это ресторан «Русская изба». Находится он на металлографе 14. Вы сюда можете прийти и вот тоже самое вкусить. Кстати, вот я только начал снимать, а за моей спиной уже люди пришли. Немножко картошечки вкуснейшей, домашнейшей. А вот теперь будет небольшой кусочек утиного рулета. А вы знаете, это очень даже неплохо. Я, конечно, тоже понимаю, что вы можете каждый день этим покушать. Но, тем не менее, вам сюда просто необходимо появиться. Знаете, по одной простой причине. Основные рестораны в ленинской части города Магиттокорск, они уже закрыты. То есть они уже и не работают. Ммм. Вот это в тему. После уточки, а я люблю утку, как и все мясное есть, с ароматом приготовленной пищи. Вот. Вы добавляете. Ммм. Ммм. Вкуснейшую штучку. Конечно, таким блюдом надо наслаждаться. Конечно, в таком блюду вы можете купить то, что здесь есть. Но, во-первых, я не употребляю алкоголь. Во-вторых, очень в реальности очень вкусно. В очередной раз кафе, я бы назвал не кафе, а я бы назвал это рестораном. Русская изба в очередной раз меня обрадовала. Вообще, надо понять, что если у вас какие-то проблемы возникают, вы позвоните мне, и мы все это делали, горько раскрутим. Потому что хорошо, конечно, есть шашлык, но вы же его не будете есть постоянно. Такая штука исключительная и ароматная. Ммм. А попробовать надо. А место такое есть. Здесь вы можете не только организовать мероприятие, как мы вам показывали. Вы здесь можете недорого вкусно покушать. Бизнес-ланч тут тоже присутствует. Ну и в завершение просто спокойно отдохнуть. Как я это делаю. Так что мы вас здесь и ждем. Ресторан я все-таки назову. Не кафе, а ресторан. Русская изба. Металлургов 14. Итак, все было классно. И понятен результат? Не всегда вы дома так приготовите. По сути, дома можно приготовить, но это не есть факт. Любое блюдо домашнего приготовления вы будете есть затем уже 2-3 дня. А качество? Здесь в русской избе все проще. Здесь готовят исключительно для вас. И пусть вы знаете, что самим дешевле, но вернувшись в качество, понимаете, что логичнее покушать здесь. Это, конечно, ваш вопрос. Но что вы дома кушаете, а? Может быть, проще питаться здесь, на Металлургов 14? Вот так вот. Вы сюда приходите, вы нормально питаетесь, и никто вам не втирает никаких цен. По сути, я вам сейчас объясню. Цены втирают продавцы, у которых 100% или 300% накрутка. То есть, что на мне? На мне ничего российского нет. И понятно, что это стоит дорого, потому что, извините, доллар поднялся. Здесь же, здесь, как вам объяснить, здесь все то же самое, что и продается на улицах. То есть, вы пойдете, купите себе мясо, вам его здесь также приготовят. Цена будет та же самая. Единственная ценочка будет за мясо, сколько вам они выросли. Но в любом случае мясо у нас растет, понимаете, да? Это нормальное явление. Поэтому абсолютно спокойно то же самое, что вы делаете дома, вы делаете в нормальной русской избе, которая располагается здесь, на Металлургов 14. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова